окей еще раз всем привет спасибо что присоединились сегодня у нас для меня достаточно интересная тема вот которую мы в принципе давно обсуждали на что-то последнее время когда я смотрел почему-то вот какого-то руководства такого я не нашел по крайней мере у нас поэтому я решил сделать поэтому еще один вебинар и вот у нас в барнауле недавно проходил хакатон по созданию экологических проектов и по сути там эта тема тоже была актуальна и мы там обсуждали вот вообще создание карт естественно да там поэтому как никогда актуально сейчас и так как у нас вот все-таки июля в теплице это месяц когда мы рассказываем больше про экологические проекты соответственно это будет актуально в том числе и так сегодня наш на нашу тему звучит как как создать карту для сбора информации с помощью пользователей и я думаю что в принципе вы понимаете о чем будет идти речь так что можете задавать вопросы писать свои комментарии делитесь опытом в чате стандартный вопрос сейчас отвечу значит видеозапись как обычно она будет презентацию скачать потом можно что еще опять же задавать в чат вопрос и давайте я стандартно быстро расскажу какие-то вещи если люди смотрят потом у нас в записи чтобы было понятно кто мы такие во-первых меня зовут алексей ниц и являюсь вент редактором теплицы и в то же время я веду вебинар и делаю видео уроки мой мейл написан вы можете писать мне напрямую если есть какие-то предложения замечания идеи какие-то давайте вы напишите кто-нибудь пожалуйста как меня слышно окей не окей потому что тишина и я не понимаю может быть я говорю а никто не слышит и помимо почты вы можете писать мне в фейсбуке меня найти вот легко по этой ссылке отлично видео не включая во первых потому что просто интернет не очень хороший я потом буду показывать свой экран а платформа такова что она достаточно сильно занимает каналы и будет тормозить и так значит обо мне мы сказали двигаемся дальше и вот парочку слов о том кто мы такие во первых наш сайт это te-st.ru это теплица социальных технологий проект называется и основная наша цель это создать собственно понимание и сблизить вот два сектора которые находятся на разных полюсах с одной стороны это не коммерческие проекты организации какие-то активисты и с другой стороны это эти секторы это программисты разработчики которые хорошо владеют технологиями но зачастую не знают о том что эти знания можно использовать для решения общественно важных проблем не коммерческий сектор в свою очередь знать что нужно делать но к сожалению не всегда владеет навыками поэтому мы всячески стараемся их совместить вместе в виде разных мероприятий там и так далее и соответственно в том числе мы делаем вот такие вебинары как этот где стараемся простым языком рассказать какие-то вещи которые помогут вам в вашей работе и в социальных сетях да мы везде слышите при cst то есть если вы хотите наш найти там фейсбуке вконтакте в твиттере в инстаграме на ютюбе мы везде вот оказываемся и если по какой-то причине вы пропустили одно из наших мероприятий или хотите посмотреть что было ли что будет вы можете зайти на наш сайт в раздел мероприятия и в том числе там есть как анонсы так и отчет вы можете посмотреть все что проходило если есть какие-то видеозаписи вы это тоже можете найти поэтому можно легко там по тегам передвигаться во первых по годам во вторых по форматам то есть например может посмотреть какие были вебинары ранее то есть достаточно часто стало удобнее не как ранее и естественно что видеозаписи в том числе выкладывающие на нашем канале на ютюбе поэтому вы можете также вот по этой ссылке перейти посмотреть все что мы проводили за последние там пару лет мы проводим два вебинара в месяц соответственно накопилось уже достаточно много тоже пожалуйста пользуйтесь свободный доступ можете использовать в своей работе для личных целей каких-то то есть чувствовать себя свободно и да и видео уроки единственный момент который надеюсь скоро все-таки изменится и мы будем продолжать их делать потому что не было достаточно времени но вот сейчас мы начинаем снова их продолжать и вот там уже как видите более 100 видео уроков это такие по сути это скринкаст да это небольшие видео где я показываю как там пользоваться каким-то онлайн сервисом в основном конечно онлайн сервис почему потому что это требует меньше как бы сил времени и денег да по сути они большинство бесплатные и вы можете там делать что-то полезное с помощью них то есть во первых это касательно что-то цифровой безопасности касательно дизайна и всего остального и в том числе о чем я сегодня буду рассказывать это тоже онлайн сервис то есть это не программа никуда скачивать вы делаете это все в своем браузере поэтому также советую зайти посмотреть чем полезное найдете да и теперь плавно переходим к теме вебинара до сбегая вперед скажу что я постараюсь там не очень сильно это все растягивать там я думаю что час не за час я успею да и поэтому если у вас есть какие-то вопросы пишите их чат я правильно постараюсь отвечать и так вот тема которая звучит как сбор и визуализация информации на карте что это такое вот в принципе да всем понятно наверно что есть какие-то данные искать информация которую мы можем разместить на карте как точками да то есть например первую очередь должен быть какой-то адрес так вот в чате пишут напишите кто-нибудь в чате что бы человек попробовал перезагрузить просто вкладку и там лучше воспользоваться браузером chrome так вот начнется какая-то информация которую можно разместить на карте значит что есть какой-то адрес и вот применительно к этому адресу да мы можем разместить какой-то маркер и указать там различные информации то есть яндекс гугл и все такое вот в принципе это самые простые там вещь которые воспринимаются у нас если мы говорим об этой теме естественно что есть другие сервисы которые позволяют нам делать это более такие более сложные вещи и опять же если будет говорить о том что там это не требует никаких знаний программирования я не программист я не там специализируюсь на картах но в том числе я могу в этом разобраться значит вы можете разобраться сами тоже и давайте посмотрим значит и опять же вот эту картинку я сделал для того чтобы у вас было понимание в голове о том что существует два типа значит первый тип вот это то о чем мы сегодня вам говорить это слева зелененький значит сервисы у шахиде и вот краудмэп да значит это то когда мы визуализируем и собираем данные с помощью пользователя когда пользователи с помощью какой-то формы обратной связи в каком-то формате в любом формате дают вам некую информацию о том что что-то происходит где-то и вот потом вот эту информацию вы как модератор либо утверждаете либо это происходит автоматически информация появляется на на сайте то есть это может быть все что угодно вообще вот в анонсе вы наверное видели там я несколько примеров привел что это может быть вот по сути там вообще как бы идеи безграничны да то есть можно применять это ко всему вообще и так значит самое главное запомните да что зелененькое это вот это сбор информации помощи пользователей когда пользователи сами дают вам информацию о том что происходит вокруг то есть вот они находятся например где-то видят что-то и говорят вам вашему сервису о том что вот здесь что-то есть здесь вот так что-то происходит вот здесь что-то есть и второй тип это вот когда сейчас вы предлагали идея для того как сделать карту например когда у вас уже есть набор данных есть список есть таблица которая есть какая-то информация она привязана к адресам в том числе например это аптеки допустим да вот если вы хотите создать карту аптек в городе то вы можете на там портале открытых данных скачать если например касательно москвы можете скачать эту таблицу открытие в каком-то определенном сервисе например карта db и потом на карту нанести эту информацию да где например у вас на маркере на каждой точке будет информация о том что там это аптека номер такая-то работает тогда-то тогда-то в такие-то часы да и там что-то еще какую-то информацию можно привести да вот анатолий пишет что можно испортить то есть взять информацию оттуда из 2gis и doublegis как называется по-разному в общем источников на самом деле много да и сервисов тоже много и вот потом о чем я сегодня буду рассказывать это естественно что это не понадобится это как бы только один из примеров существующих сервисов таких много сегодня мы будем говорить как раз про левую часть про зеленый это у шахиди и их сервис краудмэп то есть надеюсь сейчас разница понятна да то есть сегодня мы будем говорить только о том когда пользователи сами дают нам информацию о какой-то ну о чем-то происходящем и где мы это можем показать на карте и первый сервис это краудмэп классик это очень важно чтобы это было понятно это классик в плане потому что есть краудмэп новая версия она совершенно не ну мне она в общем то не нравится она достаточно простая на работу не очень хорошо поэтому мы будем говорить про классическую версию и я вот сейчас когда перейду в браузер и покажу что принципе это легко переключиться если вы там попадаете на новую версию там есть ссылка на старый и вот в принципе тоже ссылка есть можете нажать потом если будете смотреть презентацию и второе это по сути сама платформа у шахиди которая наконец-то спустя столько лет претерпела наконец-то изменения и сейчас она по адресу shahidi.com это действительно стала новая платформа с обновлениями с возможностями вот мы тоже немножко посмотрим что какие возможности она дает так и давайте вот в пару слов таких о том что такое у шахиди платформа вот кстати интересно из 33 человек которые присутствуют на вебинаре а кто из вас ранее сталкивался с этой платформой или кто вообще слышал об этом таком странном слове у шахиди давайте проверим а я пока расскажу значит что такое платформа у шахиди это платформа которая собственно предоставляет с помощью открытого программного обеспечения с открытым исходным кодом да возможности использовать информацию визуализировать данные создавать интерактивные карты вот более подробно если вы хотите почитать об этом сервисе на русском языке вы можете перейти по этой ссылке на википедии там на русском есть некая такая большая статья о том что это такое так а я пока смотрю в чат и достаточно много людей пишут что впервые здорово значит для вас это в том числе будет полезно продолжать дальше несколько слов о платформе то есть у шахиди почему так называется такое странное слово потому что это просто суахили да и в переводе с языка суахили означает свидетельство то есть это показание лица бывшего свидетельства чего-либо то есть это когда вы чего-то видели и вы можете это рассказать показать принципе как бы лаконично да и понятно о чем речь и эта платформа она позволяет пользователям создавать карты для различного типа проектов то есть вы можете мониторить какую-то информацию там том числе и закружающей среды здравоохранения там соблюдение каких-то прав человека наблюдение за выборами протесты бедствия и так далее то есть все что угодно вы можете делать и в основе платформы лежит как бы концепция краудсортинга это когда вы собираете информацию с помощью силы толпы а силу толпы то есть краудсорсинг крауд толпа сорсинг источник да то есть с помощью возможности большого количества людей вы собираете нужную вам информацию проверяете и утверждаете и так далее и изначально так как платформа появилась достаточно давно то вот источники сбора информации она они там включают помимо интернета еще естественно там sms ммс голосовые сообщения блоги twitter фото так далее то есть вот достаточно разные но сейчас конечно уже в основном это интернет и чтобы было понятно когда же эта платформа появилась впервые она была использована для документирования беспорядков после выборов в кении в далеком 2008 году то есть 8 лет назад и потом эта платформа применялась для сбора информации там после землетрясения в гаити и там анализа преступности в атланте насилия протеста и в общем вот достаточно много таких общественно важных задач было решено с помощью вот этой платформы антон спрашивает до прослук я говорю если вы хотите значит скачать презентацию можете зайти во вкладку документы там же есть презентация pdf можете скачать прямо сейчас даже да вот поэтому все ссылки три кабины вот такая небольшая история об этой платформе и теперь вот слово у шахиде должно быть не такое вам страшное да то есть она может быть звучит непонятно но тем не менее вот она означает свидетельство да то есть что вы что-то видели вы можете об этом рассказать окей теперь двигаемся дальше и давайте посмотрим как это работает я теперь включу доступ покажу свой рабочий стол значит смотрите во первых у вас сверху вот где вкладки есть около чата там такие кнопочки вообще можно развернуть в полный экран и тогда вы будете видеть как бы в полный экран как будто вы видите мой компьютер так переключу в общем я так или иначе все равно буду переключаться из браузера в чат и обратно потому что должен увидеть если там вам что-то не нравится ли там есть какие-то неполадки или ваши вопросы вот окей давайте перейду начнем вот с этого во первых я хотел показать один кейс чтобы еще раз было понятно вообще зачем же это все нужно так давайте мы развернем что побольше так недавно буквально вот на днях мы написали некую статью про то что в самаре создали подробную карту пунктов приема вторсырья то есть есть некий активист по имени светлана аверина которая поняла что в городе вот на стандартных каких-то картах которые существуют да там на recycle map от greenpeace на тугис на департаменте городского хозяйства экологии информация которая существует она неполная на самом деле вот этих там пунктов приема вторсыря их на самом деле намного намного больше и что же она сделала она взяла и создала свою карту то есть находила смотрела с помощью может быть там своих помощников взяла сделала карт которая наиболее полная то есть вот выглядит это вот так если перейти по карте сейчас давайте мы перейдем то есть это выглядит вот так и очень 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 много точек как вы видите да и вопрос в следующем что как она это делала скорее всего она это делала с помощью самой себя и помощников но вопрос в другом как можно было это сделать по-другому да то есть можно было создать сервис который позволяет всем жителям города отмечать на карте точки пунктов вторсырья. И вот этот процесс мог бы быть намного быстрее, например, и точнее, потому что человек может также проверять актуальность информации, правильность и так далее. Потому что, например, каждый пункт, он описан той информацией, например, там, контакты, кто владелец, и самое главное, да, какое вторсырья они принимают. Вот эту информацию часто нужно перепроверять, потому что иногда это либо запомнил неправильно, либо просто сам пункт перестал принимать что-то там конкретное. Вот, и мне кажется, что вот этот кейс, он показывает, что способ, когда вы создаете интерактивную карту, которая позволяет самим пользователям создавать и давать информацию, да, о чем-то, это намного эффективнее, чем когда вы сами берете, ходите по городу, записываете информацию, потом визуализируете вашу табличку. То есть этот пример, я хочу еще раз говорю, что вот когда очень-очень много-много-много информации, самый простой вариант – это вот создать такую интерактивную карту с помощью пользователей, которые будут давать вам нужную информацию. Так, я сейчас перейду во вкладку. Так, пока ничего не происходит, все окей. Окей, тогда давайте, значит, продолжим. И вот я перехожу на сайт Краудмэпа, тогда это первый сервис, и он, в принципе, и основной. Ну, просто часто, когда я ввожу Краудмэп, я все говорю о том, что вы можете попасть на новый вариант. Наверное, уже я не попаду, потому что... Ну да, вот обычно это вот так бывает, что люди, когда вводят Краудмэп, они попадают вот на этот сайт. Это новая версия. Она вот, опять же, не очень хорошая для таких более серьезных проектов, поэтому я вам всегда, там, предлагаю провернуть страницу вниз и вот нажать на Краудмэп Классик. Итак, когда вы сюда попадаете, собственно, тут англоязычная версия, но она ничего страшного не имеет. Тут просто кратко рассказывается о том, что это такое, как это позволяет делать и так далее. И тут, в принципе, ничего там сложного нет. Вы можете зарегистрироваться бесплатно и потом использовать этот сервис. Он до сих пор еще существует, несмотря на то, что у Шахиди платформа обновилась. То есть... Ну, и давайте я потом это покажу, чтобы просто не сбиваться. Значит, в двух словах вот здесь, во-первых, есть примеры, там, каких-то карт, которые уже были созданы. Давайте просто их посмотрим. Ну, например, карта, которая показывает различную информацию в Индонезии о различных бедствиях. То есть вот здесь есть слои, и эти слои показывают всю информацию. То есть люди пишут о чем-то, ну, например, там, землетрясение и так далее, и тому подобное. Единственное, что тут неудобно, что тут они почему-то достаточно много одним цветом. И тут вот очень-очень много слоев, потому что карта достаточно, ну, такая уже старая, как вы видите. Так, сейчас это мы свернем. Тут вот показываются репорты, да, их там с 2015 года и бывает даже еще раньше. Вот. То есть, допустим, это один из примеров. Давайте я другие примеры покажу. Ну, например, вот... Карту, кстати, вы можете потом перенести на свой домен. То есть еще раз, может быть, чтобы было более понятно, в общем, когда вы используете сервис Crowdmap, по сути, он вам дает возможность создать целую такую страницу, как сайт, где основным ключевым моментом является карта, на которой нанесены какие-то точки, да, вот как видите, например. Это репорты, да. И далее есть различные другие там страницы, которые позволяют вам что-то делать. И самое главное это получить... То есть человек может подать заявку или там разместить информацию. Почему тут на таком языке написано? Потому что это карта румынская. Вот. И в том числе, несмотря на то, что тут есть как бы сайты... Сайт можно отображать на разных языках. Некоторые просто не переводятся, но в принципе более корректно все работает. Это очень здорово, что вы можете сделать карту, которая будет понятна людям в других странах. Они просто берут, переключают как бы вот язык, да, здесь на румынский, например, смотрите. Видите, и все сразу поменялось. Достаточно удобно. И это здорово, что если вы делаете какой-то глобальный проект. Опять же, это бесплатно, это здорово, и вы можете сделать действительно очень важную вещь. И просто на этом примере я просто кратко покажу. То есть вот есть некая информация, которую вы можете заполнить и отправить, и она потом появится. Вот сейчас я более конкретно на более простом вопросе покажу. Так, перенести можно только на домен или вставить в окно существующего сайта? Антон спрашивает из чата карту. Я вот, кстати, пробовал ее вставлять. В принципе, можно вставлять, но это выглядит не очень хорошо, поэтому мое предложение, вы можете вставить эту карту как ссылку в меню, например, и когда человек будет полностью переходить с вашего сайта на это. Это, в принципе, нормально. То есть это не так сложно. Так, я просто готовил некоторые ссылочки. Продолжаем. В общем, еще одна просто ссылка, вот, показан там весна в Сирии 2012 года, все, что происходило, да. То есть, как мы видим, мы можем опять же перевести на русский язык быстренько. И тут по категориям понятно, что за происшествия вообще происходили. Ну, понятно, что на английском языке, потому что на русском это нет. В общем, это все сложно, сложно, сложно. И чтобы, да, упростить это вообще до какого-то момента самого простого, вот я покажу как бы карту, которую я создавал, когда делал первый скринкаст в 2014 году. Итак, значит, вот этот пример, наверное, даст вам все-таки понимание того вообще, что это такое. Это самый простой, вот вообще самый-самый простой. Представьте себе, что вам нужно создать карту площадок для выголов собак в городе. В принципе, идея как бы простая, несложная, но такой карты, наверное, нет. Или есть, или нет, неизвестно. И вот когда вы создаете какую-то такую подобную вещь, в конечном счете вы получаете вот это, да. Вы получаете сайт, вот как бы понятно, что фон вы можете изменить. Есть вот такие основные вкладки. То есть есть главная страница, на которой показаны, показаны, во-первых, карты, во-вторых, те категории, информации, которые размещены на вашей карте. Далее написано, как добавить сообщения, потом кнопочка, как поделиться. И далее новости по теме, которые вы можете опубликовать в том числе. И те сообщения, то есть люди вот пишут какие-то запросы, и вот та информация, которая появляется на карте, она, например, также может появляться здесь. Это очень удобно. То есть смотрите, вот, например, человек может, во-первых, в первую очередь, он может отправить сообщение и добавить точку на карту, как я уже показывал в другом каком-то, на другой карте. Здесь тоже достаточно все просто. Вы можете писать название, подробное описание, то есть, например, там, там, не знаю, площадка для выголоса, бак, там-то, там-то. Она там такая-то, такая-то и так далее. Дальше вы можете выбрать категории, которые представлены, ну, заведомо администратором этого сайта, да, и, соответственно, пользователь, он сразу понимает, в какую категорию ему нужно отнести эту точку, если этих точек несколько. То есть если точнее, ну, допустим, там, вы собираете информацию не только о, там, площадках, но и о чем-то еще. И вот что самое интересное, вот здесь вы можете, в принципе, поставить точку на карту, вот так вот перенести, либо вы можете, там, ввести адрес, например, Красная площадь, дом 1. Так, 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 сейчас. Иногда это просто работает не очень корректно. В общем, вы можете попробовать это найти, местоположение в том числе по поиску. Также вы можете более точно указать его на карте, приблизив более подробно. И что еще самое интересное, вот если мы сейчас увеличим, увеличим, ну, давайте где-нибудь, здесь где это есть. Увеличим, 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 еще увеличим, еще увеличим. В общем, можно очень сильно увеличить. И это, к чему я показываю, что так как площадка это не точка, по сути, да, а это, например, какая-то территория, то вы можете эту территорию нарисовать. Вы вот нажимаете здесь, и вы можете обозначить, например, вот так, вот так, вот так. И у вас будет уже... Так, так, так. Безмышки. Окей. Так, еще раз попробуем. Безмышки, как она прекращается. Вот. То есть здесь вы можете ввести полную зону, да, например, это намного более точная информация, которая там более точна, чем точка. Это очень интересно. И вы можете тут добавить какую-то информацию на новость, если это есть ссылка, да, есть ссылка на видео и так далее. То есть вот это все, оно потом будет отображаться у вас в основной категории. Так, вот здесь. Еще раз, чтобы было понятно. Вот смотрите, допустим, возьмем какой-то уже сервис, который существует, и вот репорт, который здесь есть, да, вы каждый репорт можете открыть и посмотреть. Вот каждый репорт, он открывается, и вы можете увидеть все, что происходит. То есть, по сути, это очень полезно, когда, например, вы размещаете какую-то информацию. Во-первых, видите, у каждой точки еще статус. Вы можете там сделать, ну, утверждена, не утверждена, проверена, непроверена и так далее. И люди еще, причем, может менять достоверность. То есть, смотрите, вот если люди видят, что действительно информация достоверна, они ставят плюсик, и если нет, то минус. И, соответственно, поэтому можно сразу понять, насколько информация достоверна. И большой плюс еще в том, что можно комментировать. То есть, каждая вот информация, которая заносится, она не просто так, да, то есть она проверяется в том числе модератором и другими людьми. Это тоже еще используется силой краудсорсинга. Так, об этом нормально, понятно, теперь давайте просто это начнем делать. Сейчас я перейду в чат. Так, 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 так. Отличие от Google Card, ну, во-первых, сами Google Card — это карт, да, то есть здесь это сервис, который позволяет вам что-то делать. И подложкой в том числе может быть Google Card. А выделение административных единиц областей краев в одном из слоев возможен? Я думаю, да, возможно. А саму-то карту где взять? В каком сервисе? В Grow Map? Ольга спрашивает. Ну, давайте, ладно, перейдем, просто начнем делать. И я не знаю, насколько мы это успеем сделать, но давайте. То есть еще раз, значит, входим вот в краудмэп. Ну, допустим, вот я там пошел первый раз, значит, у меня нет аккаунта, я пишу, нажимаю sign up, да, то есть здесь я ввожу имя, mail, паспорт и так далее. Здесь нужно ввести название вашей карты, которая будет отображаться, вот как я вам показывал карту с Dog Playground, да, то есть вот этот вот адрес, вот этот адрес, он, собственно, будет показан вам и всем остальным пользователям, да, то есть это адрес вашего сайта. И здесь название карты, теглайн и так далее. То есть вот когда вы это все заполняете, вы переходите на следующий экран, а я просто сейчас войду в свой аккаунт, в свой аккаунт, чтобы, ну, как бы не создавать что-то. Я тут уже много чего создавал, ну, как бы давайте еще раз создадим. В общем, суть в том, что нужно создать еще одну карту, это на нее деплоймент, да, то есть для этого, опять же, я перехожу вот сюда, и давайте создадим что-нибудь, не знаю, как назвать, но, например, синько-число 26.07. Ну, вот, и вопрос, значит, какую карту мы будем создавать. Сейчас, пока я пишу, открою, давайте все-таки. Давайте какую-нибудь идею набросаем все-таки, что мы будем визуализировать. Ну, в принципе, это не важно, потому что это не суть. Но просто, чтобы было понятно. Светлана спрашивает, сделать приложение для телефона, зачем, если есть у вас на каждом телефоне браузер, вы можете с этого браузера, с телефона зайти на эту карту, делать то же самое, что вам нужно. То есть, по сути, приложение не нужно. Ольга, да, краудмэмп. Итак, значит, вопрос. Что мы будем делать, какую карту? Давайте придумаем. Есть ли какая-то идея, какую карту делать? Так, ну, пожалуйста. Так, 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 я просто смотрю предыдущий, что вы писали, может, я что-то пропустил. Карта участников вебинара по улицам. То есть, люди сами размещают информацию, свое местоположение. Ну, вот давайте представим себе сейчас очень модная тема фудшеринга, да, когда у вас есть еда, вы, например, там, можете эту еду отдать. Ну, понятно, что это еда, там, например, какие-то консервы, закрытые упаковки, да, которые вы еще не начали использовать. По сути, вы можете поделиться этой едой с другими. Представим себе, что мы хотим создать такую карту, где каждый человек может разместить информацию о том, что он может отдать какую-то еду. И, соответственно, он может указать, например, адрес не только свой, а тот адрес, ну, там, для безопасности, например, да, где он может эту еду отдать. И вот как вам такая идея? То есть давайте фудшеринг. Нормально? Окей. Сейчас я проверю, как пишется фудшеринг, чтобы шеринг, да, вот так, шеринг. Окей. Итак, тогда просто мы берем, делаем... Ну, оставим тут название такое, чтобы она нужна такая тестовая карта. карта, где можно найти еду. Ну, не суть. И дальше мы переходим, собственно, туда, куда уже у нас... Это... да. Так, что? Что-что-что-что происходит? Вот. Да. В административную панель. То есть еще раз, вот когда у вас будет, например, создана карта, вам... ну, то есть вы попадете на этот экран, она совсем не очень понятная, да? Во-первых, вот надо найти в списке, если у вас уже несколько, то, что вы только что создали. И вот если вы нажмете на саму карту, вы перейдете, собственно, на карту. Вот. Она сейчас пустая. Вот она выглядит вот так. То есть, видите, вот это базовая такая... базовый сайт, который создается сразу автоматически. Теперь вам его нужно поменять. Давайте оставим туда, в принципе, что я его закрываю. Поменять все нужно в административной панели. Сейчас мы это будем делать. Так, я еще раз быстренько переменю. Так, так, так. Окей. А... Окей. Вот смотрите, значит, все выглядит достаточно просто. Сверху у нас красным написано то, что нам необходимо сделать. Здесь мы можем поменять язык на русский. Так. И далее, в принципе, вся информация, которая есть. Вот давайте войдем теперь в настройки. Настройки как бы нашего сайта, который мы создали. И вот здесь можно... вот смотрите, что сделать. Во-первых, тут можно e-mail там указать свой. То есть, если какая-то информация вам будет приходить на сайт, вы должны как бы указать свой e-mail, чтобы она приходила вам как уведомлению в том числе. Вы можете тут баннер разместить, да, сообщения какие-то важные. То есть, например, эта карта и была создана для... Так, авторское право можете указать, отправить сообщение с отчетом. То есть, например, когда человек что-то делает, а вот там... Ну, на самом деле все по-русски, и тут достаточно понятно. Это здорово, что есть перевод. Вы просто наводите и видите тут сообщение, которое будет показывать пользователям на странице выполнения данных нового сообщения. Язык сайта вы можете также изменить. Он сделался, например, русский, если нацелен на нашу аудиторию. Часовой пояс также может сменить. То есть, там... Европа, Москва. Выбираем время. Показывает страницу обратную связь. То есть, в принципе, все настройки, которые есть, они здесь. E-mail для оповещения в том числе вы можете указать свой. Так. Тут даже Google Analytics можно прикрутить. Это очень здорово. И главное, что мы сохраняем настройки. Так. Сохраняем. Теперь давайте я перейду обратно к нам. Если вы... Нет. Регистрироваться на платформе не надо. Если вы, как пользователь, хотите разместить информацию, то регистрироваться не надо на платформе. Окей. Возвращаемся. Делаем дальше, да, то, что мы делали. В общем, следующая вкладка... В общем, ну, по сути, вам нужно пробежаться по всем вкладкам, но мы сейчас это, конечно, делать не будем. Мы там основные сделаем какие-то, чтобы было понятно. Значит, следующая основная вкладка – это, естественно, карта, да. Во-первых, надо выбрать местоположение. Вряд ли нам нужно изначальное местоположение и Кения, потому что мы, например, нацелены на Россию, да. То есть понятно, что надо делать Россию. И данная карта будет использована больше, чем в одном государстве. Например, если вы делаете сервис, нацеленный на мир, то вы тут галочку ставите. Ну, это более как бы правильно. Так, сейчас мы посмотрим, куда нам точка делась. Так, сейчас мы где находимся вообще? Да, круто. Давайте... Круто, круто, круто. Интересно, насколько я промахнулся. Так, Пермь. Да, Петрозаводск. Вот Москва. Ну, допустим, вот карта, если мы про Москву говорим. Ну, как вы видите, это можно, в принципе, все изменить. Так, временной карты нет. Вот, здесь можно провайдов выбрать. Смотрите, можно выбрать OpenStreetMap. Кто-то в чате спрашивал, где карту-то выбрать. Вот, собственно, подложка карты, отображение, она выбирается здесь. Вы можете выбрать OpenStreetMap, Bing, либо Google. Google, если кому-то привычно Google, пусть будет Google, например. И цвет помолчания для всех категорий можно выбрать. Опять же, это меняется. Тут можно, то есть, изменить значки, то есть маркеры, да, которые вот размещены. Здесь это все можно кастомизировать, это как бы достаточно удобно. Так, давайте попробуем нажать ОК. Иногда это просто работает не очень качественно в плане сбрасывается. Ну, то есть, вот, как бы, основные вещи, которые касательно, да, вот видите, все получилось. Вот мы вернули Google, то есть, ну, допустим, если вам нужен Google, да, давайте теперь просто вернем OpenStreetMap. Ну, потому что это все-таки более открытые технологии, и я за то, чтобы использовать OpenStreetMap. Так, окей. Теперь смотрите, вот я, когда перехожу сюда, на нашу карту, когда обновляю ее, то теперь у нас не Найроби появляется, да, а появляется, собственно, Москва. И теперь намного проще все, да, то есть человек сразу видит, что, ну, как бы, карта более-менее... относится к нему. И вот то, что мы, помните, писали вот эту вот информацию, да, она сразу видна. То есть тут можно написать что-то такое важное очень. Это тоже полезно. Вот потом категории, а сейчас мы это будем менять, и давайте я перейду в чат обратно. Так, пока все понятно. SMS, email, API, Facebook, внешние приложения. Так, тут где-то что-то можно еще поменять внешний вид, я просто хочу посмотреть это. Да, вот видите, дополнительно можно плагины еще найти какие-то, которые работают, но их достаточно много, и тут, в принципе, действительно, вот, например, Facebook Social, это все достаточно старые технологии, потому что карта была создана, там, это вообще рассвет был где-то в 2012-2015 годах, но это все еще существует, и это хорошо работает. То есть тут, если покопаться, то можно найти хорошие плагины. И вот темы, темы, это вы можете изменить внешний вид. Вот видите, то есть есть стандартная тема, есть вот такая, есть, как бы, Polaroid, когда такие прям вот репорты, они будут указаны как не точки, а вот такие вот слайды и так далее. То есть, ну, давайте вот выберем, опять же, вот такую тему, как у меня было на площадке для выголов собак. Ну, просто эта тема, она, мне кажется, очень простой для понимания. Так, мы обновляем сейчас сайт. И давайте мы сейчас категории поменяем, чтобы было понятно. Ну, допустим, если мы хотим поделиться едой, то давайте, нам надо какие-то категории создать там. Отдать еду, взять еду. Отдать еду, взять еду. Давайте сделаем отдать еду, взять еду, просто чтобы, например, часть людей хотят получить еду, да, им нужна, и часть людей хотят отдать еду. Как вам такое? Я думаю, что нормально. Так, это мы заходим в сообщения. Я, причем, этот сервис, кстати, давно не видел, поэтому я сам как бы, ну, специально хочу показать, что это не так сложно разобраться. Тут, кстати, вот в переводе есть два типа сообщений, хотя это не совсем правильно. Так, пульт. Вот, категория вот здесь. Они как бы уже шаблонно созданы, да, вам нужно просто их либо удалить, либо изменить. Опс, удаляем. И еще одну тоже удалим. Отрастет репорт. Кстати, если мы хотим удалить вот растет, репорт, он не удаляется, по-моему. Да, то есть это те репорты, которые утверждены. То есть, например, человек размещает там информацию, да, и чтобы было видно, что действительно это так, то вот видите, специальная категория. Не показана страница создания нового сообщения для обычных пользователей. Это используется в сочетании с функцией достоверное сообщение. Ну, давайте вот отредактируем одну категорию. Название категории. Отдать еду. Или давайте там отдам еду, наверное, да. Еду. Могу отдать еду. Ну, и тут можно поменять цвет, родительские категории, создать там иконки, выбор для конкретной категории. Если у вас есть какие-то файлы визуального отображения, то вы можете это все сделать. Ну, давайте просто это пока не будем делать. Вот, и быстренько создать, им отдать еду. И вот второй категории мы сделаем, как ее назовем, заберу еду, да, там. Ну, опять же, это тестово, поэтому нуждаюсь в продуктах. Ну, чтобы было просто понятно, как это работает. Вот, и у нас теперь есть как бы категория, да, две. И вот когда мы обновляем наш сайт опять, вот, смотрите, есть, отдам еду, заберу еду. Вот. Фильтры можно скрыть, можно показать. Вот. Давайте вернемся теперь в чат. Светлана спрашивает, чем плоха новая версия краудмэп? В новой версии краудмэп в том числе очень сложно делать, или практически невозможно делать как раз категории. Непонятно, как комментировать и как точно выбирать, например, зоны. То есть там можно только точки ставить. В общем, она более простая, она для более простых вещей. Вот. Поэтому я рекомендую все-таки, если делать какие-то серьезные вещи, более-менее, да, то это вот использовать классическую версию, она более понятная. Люди, которые хотят получить еду, вряд ли смогут воспользоваться интернетом, Елена пишет. Ну, в принципе, это тестовый пример, но я вам хочу сказать о том, что, например, одна из целевых групп, для которых, например, сервис был бы полезен, это многодетные семьи, в которых, как ни странно, интернет есть. Поэтому тут ничего такого зазорного нет. Если мы говорим про города, то, в принципе, интернет есть. Окей, вот смотрите, теперь мы создали карту, да, и она, в принципе, работает. Вот давайте попробуем разместить... В принципе, тут можно вообще со всей России. Вот я вам просто в чат сейчас скину ссылочку, а вы попробуйте как бы разместить информацию. Я тоже сейчас размечу. Вот давайте я сейчас первый прям вот покажу, как это делается. Ну, я думаю, что как бы так понятно. Отправить сообщение. Отправить сообщение. Так, краткое название. Например, в кратком названии можно написать, там, не знаю, молоко и крупа. А тут можно написать. Могу отдать... Вот так, да, и в категориях я отпишу «Отдам». Вот здесь можно не заполнять или заполнять. Теперь смотрите, здесь я опять же... Ну, вот мне кажется, что самый простой вариант – это все-таки приблизить, насколько это возможно. Понятно, что мы сейчас тестово делаем, поэтому я тестово, допустим, вот точку ставлю вот здесь. Ну, допустим. Давайте уточним, что это за улица хотя бы, чтобы просто прописать это. Потому что часто для того, чтобы проверить, очень сложно. Вот, допустим, гранатный переулок 4C1. Гранатный переулок 4, строение 1. Ссылка на новость. Вот, так, сейчас. Ссылка на новость. Давайте просто вот ради интереса любую ссылку вставим. Ссылка на видео. Давайте тоже какую-нибудь любую ссылку вставим с YouTube. Вот, чтобы посмотреть, как это работает. Допустим, вот... Ну, там у нас было интервью. Пум-пум-пум. Копируем ссылочку. Загрузить фото. Что, давайте фото какую-нибудь загрузим. Все, я нажимаю отправить. Вот я там, например, вот пользователь, да, я старался отправить. Вот посмотрим сейчас, что произойдет. Ну, понятно, что ничего не произойдет, на самом деле, пока что. Так, у нас грузится. Грузится, грузится, грузится. Пожалуйста. А потом это должно появиться в сообщениях. Ну, в принципе, вот этот пульт, так называемый основной раздел, вот здесь должно появиться. Вот сообщение, да. Супер, у нас получилось. Вот смотрите. Значит, вся информация, которая будет поступать, она будет поступать администратору вот сюда. Вот, понятно, да, и в сообщениях. И есть неподтвержденные сообщения. То есть, по сути, по умолчанию здесь стоит таким образом, что каждое сообщение, которое кто-то там передал, да, администратор должен проверить. Ну, в принципе, это и логично, потому что если без проверки, можно там такого наградить, да, что будет очень много всяких точек, которые будут не соответствовать действительности. Вот, поэтому, например, я как модератор, например, сервиса, я могу поставить галочку и пишу там подтвердить и проверить. Ну, например, я проверил уже. Ну, давайте проверим. Так-так-так. Вот, и, допустим, я вот хочу подтвердить. Сейчас это должно перейти вот в подтвержденное. То есть, тут можно отклонить, на самом деле. Вон там сгущенка и тушенка уже кто-то. Супер. Давайте я тоже подтвержу. Вот. Супер. Теперь смотрите, когда мы обновляем нашу карту. Так. У нас, по идее, уже две точки нужно быть. Да, видите, две точки есть. Вид отображения, он разный и в зависимости от того, как бы, какую тему вы выбрали. Ну, вот здесь у нас есть, видите, в сообщениях есть точки. То есть, молоко и крупа. Например, человек может нажать сюда. И вот все, что мы разместили, смотрите, есть фото, есть видео, есть описание, есть ссылка. То есть, это уже достаточно, там, как кто-то спрашивал, да, и вот есть карта. То есть, например, это вот здорово, и есть статус. И достоверность. Вы можете поднять достоверность, например, прибавить. Вы не можете рейтить. Ну, окей. А-а-а. Супер. И вы можете оставить комментарий. То есть, как вы видите, это работает. Окей. Смотрите, самая интересная еще штука есть вот какая. Когда вы создаете, например, такой сервис, и, например, вот люди, которые ждут еду, да, заберу еду, они также могут разместить информацию, например, да, что в каких-то точках они хотят забрать. Но что еще есть здесь классная вещь такая? Это есть оповещение. Смотрите, то есть человек, пользователь, он может подписаться на оповещение на определенный адрес. Например, вот я хочу забрать еду, да, мне нужна еда, мне нужны продукты. Я вот отмечаю, что мне интересно оповещение, а информацию в категории отдам еду. И здесь я могу показать, например, радиус. Вот мне интересно, в радиусе 50 километров от центра, да, например, Москвы, или 20 километров. Вот, например, мне интересно, что вот все точки, которые будут появляться в радиусе 20 километров, все это будет приходить мне как уведомление на почту. То есть люди, которые нуждаются в еде, они таким образом будут на почту получать информацию, им не нужно каждый раз заходить. Круто, да? Вот давайте теперь попробуем, может кто-то разместить. Да, вот, кстати, надо... Ну, давайте, ладно, перейду на почту, надо верифицировать свою почту. То есть я как пользователь отправил запрос, мне сейчас пришло письмо подтверждения, я перехожу по ссылке. Круто. Так, сейчас. Почему, а как не перейти? Интересно. Круто. А вот это действительно интересно. Ну, это уже происки сервиса, окей. Да. То есть, видите, Google теперь не пускает на определенные сайты, если он без нужных... Ну, протокол... Я даже не знаю, что это за протокол, такой HSSTS. Окей. Но, тем не менее, такая возможность есть, и она работает. В принципе, наверное, в других браузерах можно посмотреть. Верификация код должен прийти... Да, конечно, плохо, что я не могу это показать. Может быть, в спаме? Нет. Давайте просто вот код этот вставим тогда. И тогда должно быть все нормально. Вот, вставили код. И давайте кто-нибудь из вас, пожалуйста, разместить какую-нибудь точку. Я хочу посмотреть, насколько это работает. Ну, только в Москве где-нибудь, да? И чтобы просто мне пришло уведомление на почту, что вот такая-то точка появилась. Ну, то есть, естественно, что я ее опробую сначала. Так. Ну что, кто-нибудь точку создаст? Пожалуйста, 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 точечку. Мы сейчас посмотрим. Ну, в любом случае, наверное, я сам могу создать точку. Давайте я создам, может, кто-то параллельно со мной создаст. Сейчас я быстро просто хочу показать, что это действительно работает. Молоко. Молоко. Так, отдам еду. И давайте я ее поставлю вот сюда. Адрес. Адрес просто нужен для проверки. Я думаю, что это окей. Тут что такое? Давайте вот пусть будет Софийская набережная. У нас Клаус, Софийская. 26. 26.51. Так. Отправить. Я сейчас это опроблю. Так. И, по идее, мне должно тогда прийти письмо, так как я подписался на уведомление. Вот. Подтверждаю. Точка сейчас появляется. И теперь давайте проверим почту. Почта, почта, почта. Пока ничего не появляется. В любом случае, возможно, она появится немного позже. Итак, вот, в принципе, вот так быстро я показал о том, как это работает, да. И вот это здорово, что есть оповещение, есть обратная связь. И вы, в принципе, вот это получается такой целый готовый сайт, который можно использовать в любой точке мира, по сути, да. И вы можете собирать совершенно любую информацию, которая только есть. И вот здорово то, что вы можете менять как дизайн, так и вот смотреть, там, все, что касательно отчетов, вы можете комментировать, проверять статус и так далее. Это действительно здорово. Еще раз просто покажу пример какой-нибудь. То есть этот сервис, он действительно использовался достаточно очень часто и сейчас все еще используется. То есть вот отчетов очень много и люди собирали прям полную информацию, какие-то вот прям невероятное количество. Так что я думаю, что теперь, наверное, стало более понятно, да, что это такое как-то. Окей. Давайте еще раз проверим. Во, супер, смотрите, пришло уведомление. Молоко. То есть вот человек вот так будет молоко, видите, то есть и теперь человек, например, кому действительно нужна еда, например, да, в частности, как в нашем примере, он может зайти по этой ссылке прям напрямую. И естественно, что человек там пишет, наверное, какие-то свои контакты оставляет, он может быстренько связаться с человеком там. И, ну, в общем, супер, видите, это работает. Так. А что? Я вот, кстати, это все в хроме делаю. Просто Алиса пишет, что безопасное соединение оключил. Старно. Да, Тимофей спрашивает про сервисы с лучшим дизайном, и вот, что пик прошел. Делают, но, в принципе, давайте, у нас есть время, я сейчас покажу новую версию у Шахиди. Поэтому я думаю, что все будет окей. Так, ладно. Просто резюмируя все-таки вот этот сервис, да, возможно, он несколько старомоден, но вы можете тут все настроить достаточно хорошо, и это будет выглядеть здорово. И смысл в том, что это бесплатно, и вы бесплатно можете создать полезный сервис, с помощью которого будете делать все. По идее, тут можно как-то поиздеваться и все-таки попробовать вставить эту карту себе на сайт, но это делать не очень просто. Это, ну, там, нужно, наверное, небольшой код знать, как писать, но, с другой стороны, даже вот эта платформа, она позволяет вам как бы делать все более-менее объективно и понятно. Ведь смысл там в том, чтобы это было в первую очередь понятно, да, возможно, дизайн, конечно, страдает, не спорю. Окей, давайте тогда быстренько посмотрим оставшийся там сервис. Это, по сути, Ушахиди, это платформа, как она теперь обновилась. Я вот советую вам всем зайти и посмотреть, как она выглядит сейчас. Это ушахиди.ком, и она действительно выглядит очень здорово. То есть вот та заставка, которая была первая, она как бы отсюда. Сразу давайте перейдем в планы, потому что сразу понятно, что это, в принципе, платный сервис. У него есть бесплатный аккаунт для одного человека, одного пользователя-администратора, и он достаточно ограничен в возможностях. А более такие продвинутые стоят, как видите, 99 долларов в месяц. Но если вы делаете, например, какой-то реально крутой сервис, то 99 долларов в месяц – это, по сути, не очень много. Это, там, порядка 6500, да? То есть все зависит от того, какие у вас потребности. Итак, значит, возможности. Вот, во-первых, есть действительно мобильное приложение, это здорово, которое скоро появится, потому что это вообще было обновлено только, видите, в конце июня, то есть практически месяц этой новой платформе. Здесь, опять же, можно собирать всю информацию, аналитику о происходящем от людей. И это очень похоже на то, что было до этого, но там еще есть такое понятие, как таймлайн. Давайте я зайду вот в свой аккаунт. То есть давайте еще раз. То есть вы можете зарегистрироваться, да, вот. И тут еще, кстати, можно это поставить на свой сервер. Это вообще на GitHub все выложено. Для тех, кто в курсе, что это такое. Это очень круто, кстати. Вот, и так, вы можете создать свою карту, а я зайду на свою карту. То есть, опять же, тут просто создает свое имя, и это называется дипломент, да? И вот потом вы, по сути, делаете там все, что угодно. Так, сейчас. Так, вам ссылочку дать? Ссылочку, ссылочку. Гость, я извиняюсь, я в чате. Гость спрашивает. Вопрос по безопасности. Можно ли использовать для закрытой группы использование именно теми, кто зарегистрирован, а не чужими? Вряд ли, вряд ли, потому что это открытая технология. Гарантий никаких нет, Антон, что бесплатная версия закроется. Ну, как бы, нет. Но пока что все работает, так что-то... Окей, давайте перейдем... Так, вопрос. Как привязать к своей карте людей, участвующих в проектах через GPS-метки автоматически, чтобы они не постоянно заходили, а что-то отмечали авто? Да никак. Так, ну, по идее, можно, наверное, но просто это, наверное, не совсем тема этого вебинара. По сути, если это с помощью мобильного устройства, то есть телефона, то если у вас есть некое приложение, которое позволяет вам отслеживать геоположение пользователя постоянно, и у него это включено, то, конечно, это можно сделать. Но это не совсем правомерно, мне кажется. То есть вы будете постоянно отслеживать пользователей. Захотят ли они этого? Окей, давайте вернемся. Смотрите, значит, технология, по сути, такая же, ничего сложного нет, да? То есть вы можете создать тут... Как бы это называется? Сейчас я пойму. Это называется сервей, да? Это называется опросы, по сути. То есть вот вы можете создать, например, темы, опросов... Ну, не совсем это опрос, наверное, да, тематики. Например, кто может отдать еду? Вот. И сохраняем. То есть вы таким образом можете делать типы разделов информации, куда можно, там, заносить информацию. И вот любой человек может это сделать. Он нажимает на плюсик, пишет там молоко. Я так описание говорю. Так, вот тут можно поставить, что каждый может видеть. Вот. Здесь можно поставить точку. И нажать сэйф. Понятно, что... Чё, 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 чё получается? Require to ask much more to market is complete. Ну, как бы... Вот. Совсем понятно, но это не менее. В общем, и вот точка появилась. И вот таким образом каждый человек может размещать точки. И вот потом есть такое понятие, как таймлайн. В таймлайне вообще вот отображается в текстовом формате, что происходит. Это очень круто. Например, если вы отслеживаете какие-то вещи, связанные с нарушением прав человека, например, либо там какие-то правонарушения, либо вот то, что происходит очень быстро, вам нужно отследить, что происходило, где происходило и как происходило. И вот таймлайн – это очень здорово. Вы можете смотреть. Опять же, можно ставить, кто может видеть. И можно создавать коллекции. То есть потом эти вот все сообщения размещать на разные типы фильтров. И самое интересное, что можно экспортировать это в виде таблицы. Таким образом, вы не только визуализируете автоматически онлайн, да. А здесь вот можно также и прудить, как вы видели, да, но тем не менее это вот лучше тогда, когда человек сам может это делать. И вот получается такая карта в том числе, да, которая позволяет видеть, что происходило. Вот так. Это все-таки создано для более быстрых событий каких-то, да, но оно имеет такой более современный дизайн. Здесь можно смотреть, например, видите, потом фильтровать то, что происходило между какими-либо событиями. В зависимости от того, например, от какой-то локации, например, от Москвы, например, посмотреть, что происходило там в 10 километрах, да, если мы собираем какую-то информацию важную. В общем, этот сервис, он тоже бесплатный для одного человека как администратора, и вы можете создавать, только вы не можете смотреть активность. Потому что, по сути, активность строит графики и там так далее, но таймлайн и карту вы можете делать самостоятельно. Создавать коллекции, как я уже сказал, из данных тоже очень здорово. То есть вот это быстрое такое интро в новую версию Ушахиди. И это ушахиди.ком. То есть если вы хотите быстро собирать какую-то информацию, данные, вот, применительно в каких-то... То есть вот, по сути, вот, смотрите, вот я могу вам скинуть ссылку, вы тоже можете попробовать разместить информацию здесь. В том-то и дело, что, да, конечно, пользователи могут добавлять информацию. То есть это я просто как, ну, то есть как администратор, но я могу открыть режим инкогнитом и, допустим, вот, там, открыть эту же карту и добавить точку какую-нибудь. Сейчас я просто покажу это быстренько. Вот, плюс. Я тоже могу. Вот тут что-то происходит. И, допустим, вот здесь что-то происходит. Что-то происходит вот здесь. Или вот здесь, в Казахстане. Ну, тут можно... Новосибирск. Можно по поиску делать. Вот. Нажимаем сейв. И вот модератор должен проверить. Модератор – это я, да? То есть вот я сейчас проверю. Так, таймлайн. Вот. Наверное, нажать edit. И поставить, что everyone может видеть. И нажать save. И таким образом эта точка тоже появляется. То есть вот если я сейчас обновлю, то точка появится. Как видите. Вот. То есть это все работает в том числе с мобильным устройством. Скоро будет мобильное приложение. Поэтому вот ждите выход. Но как бы пока советую попробовать это сделать на классической версии. Так же работает. Вот. Считаю, что я быстренько рассказал вам. Так, есть какие-то вопросы? Так. Виктор спрашивает. А как призвать тогда приложение, если такая функция... Если вы о том, что вы... Ну, я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Поэтому не знаю. Искренне говорю, не знаю. Так, давайте тогда отключим трансляцию. Так, так, остановить. Вопросы-ответы. Давайте вопросы какие-то еще есть. Надеюсь, вам было более понятно теперь, как это работает. То есть самое главное, вот, запомнить вот эту картинку, что есть два типа, да. И вот мы сегодня говорили про левую сторону. Это когда человек позволяет, ну, то есть дает возможность вам собирать информацию с помощью той информации, которую он как бы постит. Это очень круто. Вот. Какие-то вопросы, вопросы, вопросы. Все ли понятно или все непонятно? Вот вопрос в чем. Солфт. Алиса спрашивает. Это мы про классическую версию говорим? Про статусы? Нет. Нет. Так, сейчас в сообщение перейдем. Ничего себе, там пять неподтвержденных. Свежее пиво в Томске. Супер. Про статусы. Смотрите, значит, Алиса. Так, это было на примере Кишиневского кейса. Виктор спрашивает. Я думаю, что есть открытый режим. Я просто быстро пробежался, и я так не обратил внимания. Я думаю, что есть. Но так, Алиса пишет. Это было на примере Кишиневского кейса. И что происходит с метками по решению? Они исчезают с карты или мертво лежат? Ну, давайте открою еще раз пример. Сейчас только надо мне включить. Я думаю, что метки просто показаны, что они решены, и они остаются на карте. Они не пропадают, чтобы было понятно, что, ну, как бы она была решена. Наверное, такой ответ. Ну, давайте я включу сейчас еще раз экран. Так, 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 так. Ну, вот смотрите, вот метки. Видите, вот график есть. 73 репорта и вот solved, actual, ожидание и suggestion. То есть они все остаются, они не меняются. В настройках это можно сделать более точно. Скорее всего, это подключен какой-то плагин, который позволяет вам ставить, условно говоря, теги, да, для каждого репорта. То есть, как видите, информация, то есть, ну, возможность такая есть. Как более точно это сделать, быстро я не могу сказать. То есть, скорее, вот, все-таки это дополнительно в... Вот сейчас я зайду в плагинах. То есть тут, в принципе, хорошая идея покопаться и посмотреть. Так, unchanged, Facebook, for linking, modified, sharing, using... В общем, посмотреть можно так, я тоже не отвечу. Так. Как пользователь находит эту карту? Когда пишет запрос в поисковике, простите, что туплю, Елена спрашивает. Елена, ну, смотрите, вот вы создаете сервис, да, который позволяет вам делать что-то. Естественно, что следующий вопрос, как о нем узнают люди, но это уже следующий вопрос. Это промо, это размещение на вашем сайте, это социальные сети, это уже другая работа. Это работа именно потому, чтобы ваша работа была кем-то увидена. То есть это SEO-оптимизация, это много чего интересного. То есть это какие-то другие темы немножко, да, но понятно, что вы должны это разместить как минимум информацию у себя на сайте, например, разослать, например, там, имейл, рассылку вашей, там, целевой аудитории, в социальных сетях разместить информацию, что у вас теперь есть такой сервис. И постепенно, постепенно, постепенно люди будут узнавать. Естественно, что если вы будете, там, писать новости о том, что происходит, и вставлять ссылку на эту карту, например, в том числе, люди будут из поисковиков заходить все больше и больше, они будут больше узнавать. Естественно, что в один день это не будет работать так быстро. Опять же, если, например, у вас есть мессенджеры, например, вы можете там сделать рассылки. То есть когда вы напрямую коммуницируете с вашей аудиторией и показываете ей какой-то полезный сервис, естественно, что люди начинают им пользоваться. Поэтому вот это уже какие-то... надо настроить каналы коммуникации. Так, гость пишет, правильно ли я понял, что можно на одной карте разместить наборы разных данных и переключать между ними в зависимости от потребностей. Да, именно так, что вы можете создавать разные типы. Сейчас открою просто. То есть разные типы и фильтровать их, и отображать, да. Вот, смотрите, все категории. Вот три. Отдаем еду. Тут пока нет. Ну, давайте вот на алерт. Тут вот здесь, видите, можно показывать. Вот экология, например. Нажимаем на экологию, поставить только экология. Здание, только здание. Мусор, только мусор. Вот. Это работает именно так. Это здорово, что есть категории. И по типу еще, да. То есть можем смотреть все репорты, где есть картинка, видео, новости и так далее. Именно так. Алиса спрашивает, можно ли удалить метку? Метку про пиво или сгущенку? Да, удаляю только администратор. Человек сам удалить не может. Только администратор может это сделать. Виктор спрашивает, кому принадлежат данные по соглашению «Сама карта, соответственно, проект?» Нет ли негативного опыта, что сервис вдруг закрывается и с ним весь проект тоже скажут «пока-пока». Ну, нет. Это вообще проект на основе открытых данных и… Ой, на открытых данных. Открытого исходного кода, прошу прощения. И вряд ли это что-то произойдет именно с классической версией. Ну, конечно, может. Но в любом случае вы можете выкачивать, по-моему, данные. Так, сейчас я посмотрю. А, это плагины. В общем, конечно, страх всегда есть, да, что такое может произойти теоретически. Но я думаю, что в данном случае нет. Ну, это сервис, он как бы существует, да, да. Ну, банально, да, если говорить, то, конечно, такое существует. Что там все возможно. Ну, мне кажется, их можно выкачивать, кстати. Вот здесь скачать сообщение. Да, видите, его можно. И вы можете в CSV таблицу сохранять. То есть, по сути, вы можете апдейтить информацию, сохранять в CSV, и потом просто эти таблицы визуализировать в каком-то другом сервисе, если это грохнется. Все достаточно круто. Так. Можно ли выкачивать данные чужих карт? Хороший вопрос. Напрямую, я думаю, что нет. То есть, вот, если, как вы видите, да, вот есть информация, там, ну, нет прямой кнопки это сделать, да. Парсить как-то, наверное, можно. Ну, я тоже не отвечу сейчас. Думаю, что это тоже неправомерно, не совсем правомерно. Вот. Так. Еще вопросы? Давайте остановлю демонстрацию. Демонстрацию. Виктор, ну, стабильно работающий проект зависит от вас. Вот смотрите, вот, во-первых, как я сказал, что новая версия позволяет, shahidi.com позволяет вам на свой сервер установить вообще эту платформу и там делать дальше что-то. Вот, пожалуйста, более, более, как бы, устойчивый проект. Но, вот, смотрите, вот, краудмэп классической версии существует, там, с 2008 года и до сих пор. Это открытый проект, он, там, практически не поддерживается, то есть, словом говоря, не тратят на него деньги. Анатолий спрашивает про открытые данные. Это немножко другая история. Вот если бы мы сейчас говорили про сервер, про сервис, простите, я разговариваюсь, про сервис карты DB, то там, который позволяет вам визуализировать данные, да, то есть просто данные, таблицы, то там есть прямо кнопочка скачать данные, даже если это не ваша карта, потому что это открытые данные. Здесь несколько другая история, это не открытые данные. Открытые данные – это данные, которые предоставляются государственными органами в машиночитаемом формате. То, что вы собираете данные, это частные данные, это не всегда данные, которые можно размещать свободно. Потому что, по сути, если так подумать, то, там, можно, там, с юристом поговорить о правомерности, да, и вообще о той информации, которую вы собираетесь. То есть это не открытые данные. Я, да, я вот Краудмап рекомендую, потому что он более стабилен, он уже работает, и он свою функцию выполняет наиболее оптимально, вот именно сбор данных и более такой продвинутый сбор данных. Тимофей пишет, но в Шахиде есть строка о том, что можно запросить в небесплатный тариф, если НКО, насколько я понимаю. Да, возможно, так и есть, потому что, в принципе, они нацелены на некоммерческие проекты, так что можно написать, подумать, как это будет. Ирина спрашивает, будут ли видео вебинары, да, после, конечно, будет. Данные по экологии, насколько я понимаю, вроде как юрист соглашается, они открыто, Виктор, пишет. Ну, смотрите, тут ситуация в следующем, что, например, представьте себе, что вы собираете действительно данные по экологии от людей. Насколько точно и будет, как бы, насколько точно будет информация, да, то есть именно в юридическом смысле, да, допустим, вы собираете информацию о загазованности или о чем-то еще, то есть вот тут вопросы уже такие, они становятся более серьезные. Поэтому я не думаю, что все-таки это не открыто, да. Окей, в общем, большое спасибо вам, что были. Я надеюсь, что было полезно. И вот попробуйте создать сами. Вы увидите, что это не так сложно, просто можно покопаться, а вот с помощью таких достаточно простых и, может быть, немножко старомодных по дизайну сервисов вы можете создать полезный какой-то ресурс, который поможет вам в вашем городе. И вот, да, кстати, последнее, что я хотел сказать, что все-таки пока вы еще здесь. Давайте я быстренько проанонсирую. У нас будет Хакатонжи в Казани. Я думаю, что стоит рассказать об этом, потому что это все-таки действительно полезно. Значит, те, кто в Казани, недалеко от Казани, вам советую как бы принять участие в нашем Хакатоне, который пройдет 13-14 августа, и он будет о чат-ботах. Наверное, в курсе, да, что это такое. Если вы используете там Facebook мессенджеры или Telegram, эти мессенджеры позволяют использовать чат-ботов такие, условно говоря, роботы в виде контактов, которые позволяют вам там получать какие-то сервисы прям непосредственно в чате, в мессенджеры. То есть вам не надо никуда переходить. Вот. И в том числе, например, почему я вообще заговорил об этом, на прошлом Хакатоне, который был в Барнауле, ребята, просто одна команда создала чат-бота, который позволял также собирать информацию, размещать на карте. Вот, по сути, то же самое, что я вам сейчас рассказывал, вот с помощью краудмэпа, да, они просто сделали это вот в формате чат-бота. То есть человек... Потому что в Telegram можно же выдавать как бы свое геоположение, и, соответственно, вот таким образом через чат-бот просто можно делать то же самое, что вот я сегодня показываю. И технологии идут намного быстрее, идут вперед, да, и это здорово, что можно теперь так делать, поэтому советую просто, ну, как бы, принять участие, если вы можете, да. И у нас будет прямая трансляция в любом случае, поэтому вот сайт kazan.test.ru, я вам кинул, может быть, кому-то будет полезно. Ирина пишет название сервисов. Конечно, сейчас еще раз назову. Так. Просто напечатаю их тогда. Краудмэп. Значит, вот. Краудмэп. И у шахиди. Пользуйтесь, пробуйте, я думаю, что у вас получится. И запись, да, вебинара будет буквально там сегодня-завтра, поэтому те, кто не смогли посмотреть, посмотрят запись. В общем, еще раз большое спасибо, что присоединились, тогда можно заканчивать, и всем хорошего дня. Если что, пишите, я еще могу скинуть ссылку на Facebook мероприятие, то есть если какие-то вопросы по теме будут, пишите там, я с радостью отвечу. Будет нам более удобно, наиболее удобно. И если вам нужна презентация, опять же, вот во вкладке документов вы здесь можете скачать прямо сейчас в PDF. Все, еще раз большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...